Поводки продолжают наступать на Россию. В зоне подтопления уже десятки населенных пунктов. Во многих регионах спецслужбы приведены в режим повышенной готовности. Вода может подняться не за сутки, а за часы. А как дела обстоят в Сарове? От чего зависит уровень воды и какую роль в регулировании паводка играют гидротехнические сооружения? Право на обслуживание которых в этом году впервые выиграла компания спецантех. Так как в случае неконтролируемого разлива воды в зону подтопления в Сарове попадут не только жилые дома, но и стратегический объект Ирфиацвнеев, внимание к работе гидротехнических сооружений должно быть усиленное. Насколько готов новый подрядчик к ответственной и важной работе? В каком состоянии находится ГТС? И чего нам ждать в условиях стремительно наступившей весны? Все эти вопросы мы задали техническому директору ООО спецантех Александру Антонову. Александр, сегодня у нас не совсем обычный формат нашей передачи. Мы записываем наши интервью на выезде, чтобы нашим зрителям наглядно показать, как работают гидротехнические сооружения в нашем городе. И сегодня в стране ситуация сложилась так, что южные регионы России, они уже затапливаются и возникает серьезный ЧАЭС. В Центральной России вода тоже поднимается за последние сутки на водоемах Нижегородской области до метра. Как обстоят дела в Сарове в нескольких словах? Ждать ли нам половодья большого? Грозят ли нам какие-то ЧАЭС? Какие прогнозы? Ситуация стабильная. Уровень воды мы регулируем в соответствии с постановлением городской администрации. Выполняем все нормально. Половодье проходит пока относительно спокойно, но с леса снег еще до конца не сошел. Поэтому существует опасность, естественно, вот на таких озерах, как мы находимся, протяжная. Здесь пока, как видите, вода еще даже не потекла, маленький ручеек. Поэтому есть еще опасность схода воды именно с лесов. Вообще, от чего зависит уровень воды? Казалось бы, снега много в этом году, значит, воды должно быть много. Это вот моя такая житейская логика. А как на самом деле дела? Ну, на самом деле уровень воды может зависеть от множества факторов. Потому что может быть очень сильно насытится грунт, может быть пойти... Это если дожди, допустим, осени были обиды? Да, нет, не обязательно. Снег может впитаться, если зима была не сильно интенсивной. То вода могла в начале зимы впитаться в грунт. И мы можем этого не заметить просто. Ну, могли не заметить этого. Когда сейчас начнет все таять, может не быть снега, но половодье может, опять же, быть достаточно серьезным. На это надо обращать тоже внимание. Такие факторы, как стремительная весна, например, тоже играют, наверное, свою роль. Да, очень фактор играет, если резкое потепление, осадки, снег, мокрый дождь, что угодно. Очень сильно может повлиять, резко изменить обстановку в городе. Надо с этим бороться и внимательно к этому очень относиться. Теперь перейдем непосредственно к гидротехническим сооружениям. Какую роль играют они в период половодья, насколько велико их значение. И мы понимаем, что у экранов телевизоров люди, которые не сталкиваются в каждом дне. Объясните максимально доступным и понятным языком, для чего вот нужны эти сооружения. Людям, которые находятся у экранов телевидения, не надо говорить, наверное, о том, что такое паводковые воды. Это, грубо говоря, воды, которые проходят через реки, через наши озера, которые у нас находятся в городе. Гидротехнические сооружения служат именно для того, чтобы пропускать эти паводковые воды своевременно, для того, чтобы нам эти пруды сохранить, городские водохранилища, и чтобы ситуация в городе осталась стабильной. Чуть-чуть поподробнее, как это работает и за счет чего получается сохранить озера. На мой дилетантский взгляд, я вижу некую плотину, куда сходит вода и, в общем-то, все. Как это помогает спасти озеро? Эта плотина называется водопропускным сооружением, на дне которого расположены водопропускные трубы. Мы с вами прямо под ними стоим. Через них проходит вода, которая переполняет уже озеро, которое не позволяет разрушить тело плотины. И водичек утекает в лес, растекается, потом исчезает. То есть, грубо говоря, излишек воды из озера, чтобы оно не вышло из берегов, уходит вот через это сооружение в какие-то ручейки речки. Все верно. Ага, и это позволяет озеру остаться в берегах? Да, сохранить свое первоначальное состояние, которое мы увидим с вами летом. Вы в этом году впервые выиграли конкурс на обслуживание ГТС. Что можно сказать вот конкретно об этом объекте? Готов он к тому, чтобы пропустить талые воды или нужно что-то изменить? Вот именно касаемо объекта, на котором мы с вами находимся, это водопропускное сооружение ГТС-протяжка, мы его называем. Он готов полностью к пропуску паводковых вод, здесь нет никаких проблем. То есть, мы регулярно отслеживаем эту ситуацию сюда. Наши специалисты выезжают каждые 4 часа, мониторят это все дело. Смотрим, замеряем уровень. Пока уровень, как вы видите, отсутствует, перелива, будем мерить уровень именно перелива зуба водопропускного сооружения. Перелив зуба что это? Вот идет край бетонного основания водопропускного сооружения. Когда вода очень сильно потечет, будем замерять количество воды от края бетона. Да, высоту потока. И какая высота критична? Критична. Вот у нас сзади нас с вами расположены отметки, мы их обновили. Ну вот, когда достигнет высота уже последней крайней отметки, это уже критично. Что делать в этой ситуации? В этой ситуации нам необходимо связаться со всеми службами, которые с нами взаимодействуют. Это ГОЧС, представители администрации, многие муниципальные организации, которые также участвуют в комиссии по КЧС. То есть мы сразу же, как одна из главных обслуживающих организаций, должна пригнать сюда спецтехнику и раскопать тело плотины вон с той стороны, чтобы дать воде уйти в лес с той стороны, чтобы не потерять полностью озеро. То есть есть такие запасные отходные пути для воды? Да, также нам надо будет выставить, наверное, железобетонные блоки вдоль периода, чтобы тело плотины было не разрушено, и постараться сохранить это озеро. Это озеро, оно самое большое здесь, я вот сейчас вот на вскидку не помню, сколько тут кубов, но оно самое большое у нас в городе. Опасность его потерять грозит нам большой потерей. То есть система работы ГТС продумана так, что даже в случае мощного половодия можно избежать каких-то чрезвычайных ситуаций? Если своевременно отреагировать, то можно избежать, конечно. Ну вот вы в декабре выиграли конкурс, да, вы проверили все сооружения, они действительно готовы к резкому таянию льдов, к большому потоку воды, или все-таки нам может что-то грозить? Как таковые некоторые гидротехнические сооружения готовы с ограничениями. Есть запорная арматура на Филипповских озерах, которая подлежит срочной замене и некоторой ремонте. Ну это произошло из-за того, что предыдущий подрядчик неправильно ее законсервировал, но большое количество лет просто ее не обслуживали. Мы так считаем, сделали такой вывод, потому что занимаемся этим непосредственно нашей организацией, узконаправленностью. Мы именно занимаемся арматурой. Несмотря на то, что вы первый год занимаетесь обслуживанием ГТС, наверное, вы ситуацию с паводками в регионе промониторили. Были ли у нас в Сарове случаи, когда ГТС не справлялись с потоками? Последний серьезный случай был в 2001 году, когда был риск потерять как раз ГТС-протяжка. Были применены все силы и службам ГОИЧС и городской администрации удалось спасти это озеро. Последний раз это было в 2001 году. Вот мы с вами говорим о потере озера. Это, конечно, важно и значимо, но не менее значимо, а может быть даже местами более значимо, это судьбы людей. Потому что наводнение, оно по разрушительной своей силе сродни с пожаром. И люди, которые переживают наводнение, они теряют часто дома, имущество. Бывают даже трагичные случаи, когда люди гибнут. Сколько у нас домов в зоне затопления? Многим ли людям могут грозить в случае ЧАЭС, если, не дай бог, где-то что-то пойдет не так, могут грозить паводковые воды? В случае затопления у нас в городе порядка 150 домов, в которых проживает около 350 жителей. То есть какие меры мы предпринимаем, мы уведомили каждого из них. Потом раздали специальные памятки, как себя вести в период паводка. И стараемся в том, где находятся жители, более тщательно относиться именно к этому моменту. Вы говорите, каждые 4 часа ваш сотрудник выезжает на плотины, на ГТС и мониторит ситуацию. Как давно это началось? С какого момента? Это началось с 26 марта. У нас организована круглосуточная диспетчерская служба, которая каждые 4 часа производит мониторинг ситуации в городе. И каждые 4 часа сообщает информацию в ГООЧС, для того, чтобы нам совместно все эти работы производить. Рэперные точки в 4 часа это нормально или нужно чаще, или можно реже? Мы объезжаем чаще, просто каждые 4 часа сообщаем в ГООЧС. У нас есть определенные, как сказать, приметы городские, по которым мы можем определить уже состояние паводка. О них нам сообщили также в ГООЧС, в администрации, люди, которые уже много лет с этим работали. То есть показатель, что начался паводок, это река Вичкинза, которая находится в Балыкове. То есть когда вот была зима, там вообще ничего не было. Сейчас там река порядка 15 метров шириной уже течет, то есть, соответственно, паводок начался. Для нас это стало отсчетной точкой. И когда мы увидели там маленький ручейок, мы моментально организовали круглосуточную диспетчерскую службу. Когда можно будет выдохнуть? Когда растает снег, станет тепло. Когда мы поймем, что грунты уже не насытились, и городская плотина справляется с тем объемом паводка, который уже прошел. Это примерно май, июнь? Сложно сказать, в зависимости от погоды. Как видите, погода сейчас теплая, солнышко плюс 10 градусов в тени, соответственно, на улице, да, может быть, до плюс 17 на солнце. То есть снег может таять очень интенсивно. А бывают такие ситуации, как вроде бы все подуспокоилось, вода устаканилась, пошла на убыль, но потом какая-то природная ситуация происходит, и второй пик половодия. Именно такая ситуация произошла в 2001 году. Как нам объяснили в ГУЧС, они даже облетали на вертолетах, снега не было в лесах, видимо. То есть они осмотрели, пошел сильный проливной дождь, грунт был настолько перенасыщен, что он стал выдавливать эту воду из-под земли. И из-за этого произошло чрезвычайная ситуация. То есть получается, что нужно максимально долго быть, что называется, в тонусе, быть готовыми ко второму пику половодия. Именно так. Это опять дежурные бригады круглосуточные. Вот как не пропустить такой пик? Мы будем готовы к половодию до тех пор, пока нам не скажут, что все, половодие закончилось. Будем дежурить до этих пор. ГУЧС дает такую отмашку? Основные люди, да. А там самые разбирающиеся люди в этой ситуации находятся в ГУЧС, естественно. Александр, мы находимся еще около одного гидротехнического сооружения на втором Филипповском озере. Как здесь происходит отвод талых вод? Что вот перед нами за конструкцией? Расскажите, пожалуйста. Да, действительно, мы с вами находимся на втором Филипповском озере. Здесь основной функцией для пропуска паводковых вод служит водной канал, который находится слева от нас, за телом плотины. За этим каналом вы тоже должны ухаживать, да? Да, за этим каналом мы, естественно, должны ухаживать, вырубать поросы, следить, чтобы снег, который был после зимы, не препятствовал движению воды. То есть, грубо говоря, расчищать его? Да, расчищать полностью, очищать. Он расчистен сейчас? Да, естественно, да. Он, естественно, расчистен специальной техникой, мы загоняли, все чистили. И эта природа сама регулирует, да, что вода уходит именно по ободному каналу? Это вот какой-то механизм саморегуляции, да, получается? Да, основная функция, да. Основная функция, да. Но в случае большого паводка, как раз мы с вами находимся за телом плотины, где расположена запорная арматура, которая служит для резервного сброса воды. Это вот как мы в случае с протяжкой говорили, да, когда очень много воды, дополнительная плотина открывается. Вот здесь это такой же дополнительный отвод воды, да? Да, все верно. Ага, как это работает? Выглядит это, мягко скажу, странно? Я не совсем понимаю, что это. В данном случае, где мы с вами находимся, это вообще не работает. Задвижки находятся в негодном состоянии, то есть предыдущий подрядчик их настолько запустил, что, как вы можете видеть, сломанные штурвалы, на некоторых задвижках они отсутствуют, некоторые задвижки разморожены, требуют замены. А вообще, по сути, в случае, если обводной канал не справляется с уровнем воды в озере, мы должны принять меры и открыть данную запорную арматуру, привести ее в действие. И водичка будет уходить плавно сюда в лес и затекать в обводной канал, который уже существует. Опять-таки, мой дилетантский взгляд. Вот из этой трубы, видимо, вода уже шла, потому что мы видим характерный вот этот вот снежный изгиб ледяной. То есть они открыты, получается, были? Или как такое произошло? Они были просто испорчены, возможно, задвижки разморожены. Ага. Из-за чего? Из-за неправильной консервации задвижек, потому что они утеплены каким-то непонятным веществом. Вот это мешки, да, утеплены? Да, да. Если посмотреть, там находятся обычные листья, собранные, видимо, в этом же лесу. То есть так утеплять нельзя, из-за этого все придется менять теперь. Ага. Чем грозит это нам, вот обычным жителям Сарова, что эти задвижки не работают, они разморожены, испорчены, как вы сказали? Чем это может грозить? Это может грозить тем, что мы можем потерять озеро в случае аварийной ситуации. Если начнется сильный поводок, нам будет, у нас возникнет необходимость воспользоваться данной запорной арматурой, а мы просто воспользоваться не сможем. Ага. И площадь затопления какова, может быть? Кто опять в зону попадает затопление? Ну, данное Филипповское озеро, оно просто растечется по лесу. Наверное, в зону потопления может единственная попасть какая-то дорога, может быть, которая находится в протяжке. То есть, по сути, мы потеряем озеро, да? Да, мы потеряем с вами озеро. Мы можем потерять все три озера, потому что данное озеро самое большое. Оно может растечься так, что мы потеряем и два других озера. Ваши действия вам, получается, нужно отремонтировать, привести в порядок или как вы будете сейчас действовать? Мы написали в администрацию о том, что составили специальный акт о том, что данные задвижки нам передались в негодном состоянии сейчас. На заседании, наверное, выдвинем предложение о том, чтобы их поменять. Ну, в рамки контракта это, естественно, не входит. Предложим свои условия для замены данных задвижек. То есть, задвижки, они должны были достаться вам в рабочем состоянии. Но, опять-таки, мой дилетантский взгляд. Вы принимали этот объект. Как так получилось, что вы приняли его в нерабочем состоянии? Ну, ситуация была следующая. Объект принимался в начале января этого года. Когда мы посмотрели протяжное озеро, там, представитель предыдущей организации нам сказал, что сюда только на санях можно проехать. Поэтому у нас не было доступа даже посмотреть здесь ничего. Он сказал, что они находятся под снегом, хорошо законсервированы. Ну, как показала весна, что консервация здесь никудышная и задвижки в нерабочем состоянии. На тот момент мы ничего не могли сделать, даже осмотреть. Не было возможности осмотреть даже вот эти озера. То есть, дороги сюда не было? Дороги не было, да. Ничего не было. Можно было проехать только на лыжах и на санях. А вот функции подрядчика входит вообще чистка вот этих дорог до ГТС? Естественно. Это одна из главнейших функций, можно сказать. Мы ежемесячно должны следить за состоянием дороги. То есть, в случае аварийной ситуации здесь должен быть организован проезд для специализированной техники, чтобы могли приезжать грузовые автомобили, чтобы спасать тело плотины. То есть, как таковые обязательные условия, одно из основных. Раз в месяц подрядная организация должна осуществлять очистку подъездных путей. Ну, как показывает практика, как только выпадает снег, моментально надо отправлять технику. Не смотреть на условия контракта, а моментально ее отправлять через подъездной путь. Кстати, состояние дороги до Филипповских озер отметили и местные рыбаки. По их словам, в прошлые годы добраться сюда на машине было весьма проблематично. Нынче же лесная трасса пригодна даже для легковых автомобилей. Дорога исключительная. Исключительная. Не то, что те годы. Раньше было бы неоднократно. И застревали, и дружеской взаимопомощью поддергивали и прочее. Лопат постоянно находится в багажнике. На данный период у меня нет никаких претензий. Отличное качество дорога. Немножко расскажите о своей организации, потому что со стороны может показаться, вот вы новички, вы первый год выиграли контракт, и, возможно, у вас нет достаточного опыта, чтобы сохранить наш город от больших вод. А город все равно стратегический у нас, и есть объекты, которые в случае затопления грозят, скажем так, катастрофой национального масштаба, это без преувеличения. Поэтому хочется верить, что мы в надежных руках. Наша организация многопрофильная. То есть у нас как и строительство направления, так и капремонты. Но основная наша функция как раз обслуживание запорной арматуры, строительство инженерных коммуникаций и систем. Также, когда мы заявлялись на данный аукцион, мы внимательно изучили контракт, посоветовались с людьми, которые обслуживают Горьковское водохранилище, узнали все сложности, с которыми мы можем столкнуться, и, не побоявшись, приняли участие в данном аукционе. То есть наш объем спецтехники, который у нас присутствует, и человеческий ресурс, который у нас есть в организации, способен обслуживать данные гидротехнические сооружения. Меня, в частности, опыт интересует. С гидротехническими сооружениями не работали, мы работали именно с запорной арматурой. С запорной арматурой. Да. Но что из себя представляет гидротехническое сооружение? Основную функцию несет, если это электрический механизм, то это затвор, который находится на городской плотине. Если это озера, то это как раз запорная арматурой обводной канавы, что мы можем спокойно обслужить. То есть знаний и опыта вам достаточно для того, чтобы гарантировать и мне, как жителю города, и всему городу, что вы справитесь в случае какого-то ЧАЭС. Да, как видите, мы справляемся пока все хорошо и будем справляться дальше. Александр, мы снова переместились. Сейчас находимся на городской плотине на реке Сатис. Вот расскажите об этом сооружении. Я знаю, что недавно было принято решение понизить уровень Сатиса. Сделано это очень? Да, уровень Сатиса понижен. Как вы видите, сейчас мы держим отметку 2 метра. Это уже на протяжении нескольких дней продолжается. Здесь, чем интересно это гидротехническое сооружение? Одно единственное в городе, которое оборудовано специальным затвором, который регулируется благодаря вот этим вот тросам. Он электрический затвор, то есть работает он исправно. Все здесь в порядке. Уровень воды мы держим все в соответствии с постановлением. То есть здесь точно так же контроль ежечасный, да, над уровнем воды? И в случае чего просто его можно моментально срегулировать? Все верно. Здесь самый основной контроль вот именно на этом гидротехническом сооружении. Одно самое важное для нашего города. Если Сатис выйдет из берегов, какие тут могут быть последствия? Мы можем подтопить жителей, как раз о тех жителях, которых мы с вами говорили ранее, порядка 350 человек, которых мы информировали от ближней, ближайшей населения. О каких домах, Александр, идет речь? Это многоквартирный или частный жилой сектор? Речь идет о частном жилом секторе. Здесь я точно так же вижу мерные столбы. Да. Что вот, какие показатели для нас критичны? При каких показателях надо бить в набаты и как-то уже вмешиваться в ситуацию? Эти мерные столбы называются Биефами. Это верхний Биеф уровня, на котором отметка должна не превышать. Вот у нас 3, 3, 3, 2. Дальше уже есть возможность подтопления в ближайшей территории. Но у вас тут заметки до 4,5 прямо и даже до 5 практически. Совершенно, отмечены на всякий случай. Дай бог, такой величины никогда не будет. Там на нижнем Биефе у нас критическая отметка для нас это 2 метра. Но до 2 метров, я вижу, осталось совсем немного. Относительно немного, целый метр. Еще у нас есть запас. То есть, если вчера уровень здесь был 0,6, но вчера осуществлялся сброс со стороны Дивеевской администрации, они сбрасывали свой круг. Поэтому уровень поднялся, я думаю, он сегодня вечером уже спалит. Вот если уровень поднимается до 2 метров, дальше что, куда, как отводить? Если с озерами более или менее понятно, то как быть с рекой? Как здесь быть? Надо производить работу жителей, немедленно всех эвакуировать. То есть, это уже природная ЧС, и дальше уже действует МЧС и прочие какие-то силы. Верно. Также дальше по русскому реке идут трубы теплосети, которые могут осложнять проход павоковых вод, чтобы люди там не застряли, не дай бог, тоже за этим мы следим, гуляя по русскому. То есть, ваша задача следить и своевременно об уровне воды докладывать в соответствующие специальные службы? Да, каждые 4 часа мы это делаем. Обязательно. Наши специалисты каждые 4 часа это делают и регулируют затворы в связи с необходимостью. На данный момент затвор открыт. Приоткрыт, потому что он открыт не полностью, нет смысла его открывать полностью, потому что вода уходит. Уходит она постепенно, уровень гуляет то в плюс, то в минус, поэтому ежечасное наблюдение. Сейчас ежечасное наблюдение, круглосуточное. Мы будем надеяться, что паводок пройдет без последствий и никаких чрезвычайных ситуаций, какие мы видели на юге России, нас все-таки не ждет. Дай бог, дай бог. Спасибо за эти ответы. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!